Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас представлен к обзору караван Lunar Freestar. Это 615 модель. Данный караван находится на площадке по адресу Псков Николая Васильева, 82А. Это 2006 год, стоимость его 762 тысячи рублей. Данный караван с полноценным шестиместным размещением на две стороны. Замечательное, просто великолепнейшее техническое состояние у каравана. Хорошая очень комплектация. Великолепное бережное отношение у предыдущего собственника. Вот такая вот двухкосная вещь попала к нам на площадочку. Такой вот внешний вид замечательный. 616 у него модуль, 736 с дышлом. И 2,16 по ширине. То есть, в принципе, нормальные размеры для, скажем так, для того, чтобы куда-то на дальние расстояния по дорогам общего пользования ездить. Сцепная головка Alka с тормозом накатного типа, с боковым компенсатором. Опорное колесо Alka. В данном случае у нас используются две вилки 7-пиновых. Серая это агрегатная и черная это касаемо габаритных огней, стопов и поворотов. В предыдущем видео говорил в этом еще раз. Напомню о том, что если у вас 13-пиновая розетка на автомобиле, существуют переходники для пользования вот именно габаритными огнями. Но если у вас есть желание объединить это все в одну розетку, это все элементарно делается. Вилку в 13-пиновую все превратите. Будет вам счастье, как говорится. Это багажничек в данном Lunaris пластиковым поддоном. Здесь у нас находится запасное колесо, место под газовые баллоны, встроенный газовый редуктор Трума. Все это дело для российской газификации достаточно быстро. Только заменить шланг и в принципе никакого вмешательства далее не присутствует в газовую его часть. Маркеры на стеклах на этих присутствуют, для кого это очень важно. Закладная для палатки в данном караване находится с любой из сторон. Размер тента 1030 сантиметров, если это кому-то интересно. В данном случае может быть установлена палатка даже со стороны с правой. То есть необязательно ее ставить перед входом. Здесь будет у нас отдельное помещение. Компоновка данного каравана подразумевает то, что все уже замерзло. Кассету забыли на мойке, судя по всему. Кассета будет, я вам обещаю. Здесь у нас отдельный бачок смыва. Три у нас получается сливных отверстия для серых вод. В принципе, вот эти всякие таблички, которые наклеены на всяких лючках. Потом внутри вам покажу, откуда они и что они у собственника. Есть подробная инструкция для пользования данным караваном. Оригинальные литые диски лунаровские стоят. Замечательная резина, просто практически новая. Не могу понять по дате. А, 19-го года. 09-19 кармаранчики стоят. То есть уход действительно замечательный был у данного собственника. Далее у нас идет бокс для собственного аккумулятора. И место подключения 220. И подключение насоса-помпы Трума. И газовая часть выхлопа Трума, которым оснащен данный караван. Там 10-литровый идет бойлер. Поэтому, в принципе, воды будет предостаточно для пользования даже большой семьей. Так, закладная для палатки со стороны входа. Слева по ходу движения тоже безупречна. Все замечательно. Здесь у нас просто бокс для хранения вещей. Подключение электричества в палатку. Задняя часть холодильника до мэтик. Замечательное, прекрасное состояние. Так, ну, давайте посмотрим, что у нас тут внутри. Очень красивый караван. Очень красивый у него светлый интерьер. Так, ну, сначала по планировочке. Сейчас немножко карпюшон сниму. Пошел снег. Передняя часть данного каравана у нас подразумевает размещение двух вот таких шикарных диванов. Превращаются они в одну спальную кровать, в двухспальную кровать. Поведен панорамный люк в передней части. Фасады наших дверок уже не скошенные. Все внутри обшито МДФом. Очень красиво, очень аккуратненько все. Нигде следов никаких нету ни влаги, ничего. Даже часики на месте. Так, и сразу, что касаемо планировки, в задней части каравана, вот относительно двери, у нас присутствует фиксированная двухъярусная кровать 0,6 на метр восемьдесят. И вот такая вот сборная часть. То есть мы оставили в таком неизменном виде столик. То есть если вот этот ярус убрать на свое место, то тут получается вот такая вот, скажем, обеденная зона. Если представить стульчик, то для троих-четырех человек, в принципе, здесь можно уже перекусить. Ну и если нужно разместить четырех человек, то здесь это все вполне себе допустимо. Вся эта комната может быть закрыта вот такой вот вещью по принципу шкафа купе. Все замечательно. То есть здесь у нас получается есть и тумба для хранения вещей, также куча всяческих ящичков. Здесь уже у нас обои. Можно посмотреть, что и все стыки только через резиновый уплотнитель. Никакого колхозинга, никакого рукоблудинга здесь уже нет. Все в прекраснейшем виде. На окошках у двухъярусной кровати есть и фольгированные, и вот такие вот замечательные москитные сеточки. Сзади, сбоку все присутствует. Очень в хорошем состоянии все это дело. Под передним левым правым диваном находится бойлер. Находится у нас бокс, в который устанавливается аккумулятор. И блок автомат, который отвечает у нас за входящее, выходящее из него электричество 220 и 12. Что касается наклеек. Собственник, вот это покупался караван именно у собственника. Передал вот такую вот подробную инструкцию. В принципе, даже с фотографиями. Все подписано, где чем пользоваться. Вплоть до того, как аккумулятор включать, выключать. Ну, я думаю, что в век наших современных технологий уж перевести это возможно. Все. Кухня интегрированная. Находится она слева по ходу движения. Достаточно большая. Хорошая столешка с рабочей зоной. Холодильник дометик. Дометик большой. С большой морозилочкой. Все как положено. Сейчас работает от 220 вольт. Хорошая, большая такая уже раковина идет с нержавейки. Насос-помпа по традиции здесь. Здесь куча ящиков для хранения принадлежностей всяческих. Над столешкой в ящиках есть сушилки для кружек, для тарелок. Очень замечательно все это дело располагается. Четырехкомфорочная газовая плита. Здесь она у нас идет с автоматическим поджигом, газовым грилем, с газовой духовочкой и местом для хранения каких-то больших уже кастрюль, сковородок и так далее. Топится вся эта конструкция трумой. Трумой с раздувом, с электрической частью. Газовая часть у нас с автоматической пьезой. Раздув у нас может быть использован как с электрическим отоплением, так и с отоплением от газа. Вот она включение отопления от электричества, левая и правая это запуск бойлера от газа. Замечательное, прекрасное состояние. В зоне кухни находится приточно-отточная вентиляция, вытяжка. При всем наличии огромного места для ночевок и всяческих пребываний на отдыхе, санузел у нас все равно раздельный. Здесь у нас душевая кабина с леечкой для душа. Она обшита пластиком. Все как всегда нужно будет, возможно, освежить герметик. Либо просто взять этот космофен для пластиковых окон и протереть вот эти вот места, которые еще темнеют. Поддон без трещин и сколов. Замечательно. Где-то я слышал, что кто-то решил, что на этой ступеньке можно сидеть и мыться, но это кому как нравится. Как говорится, я очень сильно сомневаюсь, что в этом будет удобно. Может, там ногу поставить или еще что-то, но толстякам тут не место, я так скажу. Надо дырочку просверливать и вынимать тогда душ, либо ставить наружный. Умывалка замечательная. Поворотный унитаз Stratford. Здесь у нас механическая его часть, то есть никаких тут насосов-помпт. Кто-то люк не закрыл. Спроведривание. Лечок закроем. Лечок здесь маленький. Замечательный караван. Комплектный. Великолепный. По состоянию, со всей инструкцией, как им пользоваться. Такая хорошая штука. Шестиметровая для семейного отдыха. Давайте подытожим. 2006 год. Это Freistar. 615 модификация. Стоимость 762 тысячи рублей. Интегрированная кухня. Замечательная. Замечательный отопитель. Полноценное шести-местное размещение. Очень хороший интерьер. Светлый интерьер. Шторы все оригинальное. Ну, в принципе, как и сам караван. Оригинальный и замечательный. Смотрите нас на сайте Авточо из Псков. Инстаграме у Юрия Авточо из Псков. И на нашем канале на Ютубе. Сейчас ждем еще у нас. Поступление будет. Ну, думаю, что, наверное, скорее всего, в пятницу будет очередной обзор. Так что те, кто еще не нашел то, что хотелось бы, смотрите за нами. Возможно, что-то найдете. Подготовимся мы к Новому году. Как я уже говорил, наверное, по наличию здесь будет чем поживиться. Будем мы очень сильно стараться. Благодарю вас за просмотры. И до новых обзоров. Продолжение следует.